Заголовок. Рождение детей и многодетность. Ни для кого не секрет, что у большинства священников многодетные семьи. Во-первых, в религиозных семьях вопрос аборта даже не поднимается. Такого понятия для христиан просто не существует. Более того, к аборту приравниваются и контрацептивы, абортивного механизма действия. Во-вторых, неабортивная контрацепция тоже запрещена, особенно для священства. По неофициальной статистике, в среднем у священников от 4 до 6 детей. Меньше 3 детей встречается крайне редко. Больше 6 тоже уже нечасто. Наверное потому, что здоровье современных женщин, в том числе и матушек, оставляет желать лучшего. Хотя встречаются семьи, в которых больше 10 детей. Но такие в той же Москве по пальцам пересчитать можно. Первый ребенок в семье обычно появляется в первый или второй год супружеской жизни. За ним с небольшими перерывами в год или два рождается второй, третий и так далее. Для священнической семьи первые годы совместной жизни, как правило, самые тяжкие. Это маленькие дети, жилищная неустроенность, разруха в храме и постоянные материальные затруднения. Легче жить становится примерно лет через 10, когда старшие дети подрастают и становятся няньками для младших. Квартирный вопрос обычно решается. Храм постепенно восстанавливается, а материальное положение семьи становится более устойчивым. Рожают жены священника в обычных родильных домах. В отличие от некоторых своих прихожан, которые любят экспериментировать с домашними и подводными родами, священники более консервативны и предпочитают отправлять своих жен в роддома. К тому же, по церковным правилам, священник не имеет права принимать роды у женщины, кроме экстремальных ситуаций, так же, как не может забивать домашний скот. Кстати, о роддомовских воспоминаниях. Попала я в все заведения со вторым ребенком, и еще в родильном отделении услышал разговор двух окрушерок о том, что накануне принимали они седьмые роды. Событие не то чтобы сенсационное, но редкое для российского родильного дома. Я этот разговор запомнила. И вот, благополучно родив дочку, я вместе с ней оказываюсь в общем отделении, но в одиночной палате. Все женщины думали, что я платная, хотя я была бесплатная. В первый же день я оказалась в идиотской ситуации, так как не могла позвонить домой. Мобильные родные не передали, таксофон в коридоре карточный, а карточки мои чуткие родственники тоже не догадались купить. Я решила найти эту семидетную маму, так как была почти уверена, что она православная и поможет мне в моей беде. Да и просто познакомиться с ней было интересно. Стала я наблюдать за женщинами, выглядывая из своей одиночки в коридор, дабы вычислить нужный мне объект. Первый объект я вычислила неудачно. Когда я аккуратно поинтересовалась, не она ли родила седьмого ребенка, объект очень обиженным голосом ответил. С чего это вы это взяли? Я что, похожа на женщину, родившую седьмого ребенка? В этой фразе отразилось негативное отношение, взращенное в нашем народе по отношению к многодетным и многодетности. Впоследствии выяснилось, что обиженный объект выглядел гораздо хуже, чем семидетная мама. Зачем плодить нищету? Вот как у нас это называется. А вот в Израиле к ним нормальные отношения. Там у религиозных ортодоксов культ семьи, и они просто обязаны иметь много детей. Для них это благословение Бога. Воспоминай эпизод на Иерусалимской автобусной остановке. Религиозная еврейка, обвешанная кучей мелковозрастных детей, младший из которых сидит в коляске, ждет автобус. Подходит автобус, и стоящий рядом мужчины начинает без подсказки дружно загружать в автобус ее детей вместе с коляской и авоськами. Через несколько остановок Геверет, дама, собирается выходить, но не заранее, как у нас положено, а когда автобус останавливается на нужной ей остановке. Мужчины опять дружно выгружают всех ее детей, раскладывают коляску, при этом водитель ждет, когда добровольные помощники вернутся на свои места. А при необходимости водитель может и сам выйти помочь. Вы у нас такое часто видели? Для израильтян это норма жизни, а у нас в аналогичной ситуации, если и догадаются помочь, то окружающие еще и охают, мол, нарожали и прутся и так далее. И тому подобное. У нас за многодетность хают везде. Мне рассказывали про одну матушку, которой дети рождались каждый год. Так ее в женских консультациях до того доунижали, что она туда приходила перед самыми родами, только чтобы оформить карту в родильный дом. А последнего ребенка и вовсе родила дома, подальше от наших родовспомогательных учреждений. А если бы она приходила каждый год делать аборт, ей бы не сказали ничего, только посочувствовали. Я хотя и не многодетная, но с системой сталкивалась и чувствовала себя белой вороной. Аборты были? Нет. И не собираюсь. Удивление. Какую контрацепцию используете? Никакую. Еще больше удивления. Ох и люблю я себя чувствовать белой вороной. Еще в раннем детстве, когда меня дразнили, рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой, это было поводом не поплакать в углу, а броситься в бой. Ах, ну да, вам же запрещено, слышу в ответ. Нам не запрещено, просто мы детей не убиваем, пользуясь случаем и дуя в наступление. Но вернемся на наблюдательный пункт. Итак, первая попытка закончилась неудачей, но я продолжаю наблюдение. И вот я ее вычислила по телефонному разговору. Она звонила мужу и давала множество ЦУ. А мужа называла папочкой. Вот по этому папочке я ее и вычислила. Завязался с ней разговор. Оказалось, что муж ее священник. У них дети рождаются почти каждый год. Предпоследнему, шестому ребенку, всего полтора года. А старше тогда было восемь. Я всегда восхищалась такими женщинами. Мне так слабо, но и ужасалась, глядя на их тяжкую жизнь. Она сказала тогда такую восхитительную фразу. А что делать? Рожать-то надо? Вот так, естественно и просто. Для таких людей это просто и естественно. А недавно я узнала, что у матушки Ольги, так звали мою собеседницу, родился восьмой ребенок. Заголовок. Воспитание детей. Батюшки бывают радикальными, либеральными и такими, которые придерживаются золотой середины. Строгость воспитания детей и вообще строгость религиозных традиций зависит от того, насколько радикальна или либеральна семья в своих воззрениях. Но существуют и общепринятые нормы. Девочек не принято стричь, они не носят брюки. Единственным исключением считается нежный возраст или катание зимой на санках. Во многих особо радикальных семьях, необязательно священнических, девочек с младенчества приучают носить платок и длинную юбку, отчего они становятся похожими, если не на маленьких старушек, но на Машеньку из сказки «Гуси-лебеди» точно. Телевизор для многих семей тоже является камнем преткновения и темой многих вас споров. На тему допустимости и недопустимости телевизора написано множество православных книг, начиная от категорически запрещающих присутствие этого монстра в благочестивом доме и заканчивая вполне лояльными изданиями. «Наиболее радикально настроенные считают телевизор абсолютным злом, которому не место в православной семье, поэтому в таких семьях его просто нет. Я знал о семью, где телевизор очень долго не покупали, именно по религиозным соображениям, но потом родители вынуждены были его приобрести, так как дети постоянно пропадали у друзей и соседей. «Пусть лучше дома под контролем смотрят, нежели непонятно где», – решили родители. «Есть семьи, где телевизор используется только для просмотра видеокассет и передач православной направленности. Более либеральные сим достижением цивилизации вовсе не гнушаются, устанавливая минимальную цензуру на просмотры некоторых передач и фильмов. Во многих семьях не принято смотреть телевизор постами и перед великими праздниками. Одно объединяет священнические и мирские семьи – это то, что дети телевизор никогда не смотрят бесконтрольно. Книги тоже подвержены строгой цензуре. Например, «Гарри Поттер» вызвал в православных кругах далеко неоднозначные отношения. Одни называют эти книги откровенно бесовскими, другие же считают, что чтение подобной литературы вполне допустимо. Игрушки подлежат строгому отбору. Родители никогда не купят ребенку агрессивную игрушку. К запрещенным игрушкам традиционно относят чертиков, роботов-трансформеров, инопланетян и прочая нечисть. Куклам Барби тоже всегда сохранялось настороженное отношение, так как православность считает ее сексуальной, а следовательно она автоматически попадает в запрещенные списки. Разрешаются только такие куклы, которые воспитывают в девочке материнские чувства. А у Барби это не предусмотрено. Из компьютерных игр допускаются только игры, развивающие направленности. Никаких стрелялок и бомбилок. Многие православные семьи присутствия компьютера в доме вообще не допускают. То, о чем светские люди даже не задумываются, вызывает жаркие споры среди православных. Учатся священнические дети, как правило, в обычных школах, хотя родители по возможности стараются отправлять своих чат в православные гимназии. Но такие гимназии есть не во всех городах, а там, где они есть, их не хватает или они находятся далеко от дома. Вообще разговор о православных гимназиях – это отдельная тема, болезненная для многих православных, так как в этих гимназиях полно проблем, да и обучение в них недешево и многим родителям просто не по карману. За обучение в гимназии надо платить, а православные, как правило, не самые обеспеченные и платежеспособные люди. В Москве самая дешевая гимназия стоит от 100 условных единиц, а если в семье трое школьников – это уже минимум 300 зеленых американских рублей. Для многих это почти целая зарплата. В отличие от мирянских, священнические дети обычно имеют в гимназиях различные льготы или вообще обучаются бесплатно. Но и в священнических семьях родители зачастую все же не желают или не могут возить детей на другой конец города, только ради православного обучения. На селе, конечно, все гораздо проще. Там выбирать не приходится, довольствуются тем, что есть. Во многих селах церковь даже сама создает школы по типу старых церковно-приходских. Как уже говорилось, религиозные люди стараются отделять себя от светской жизни, поэтому и детям пытаются дать как можно более религиозное образование, то есть поместить их в наиболее приемлемую для семьи среду – к своим. Более того, наши общеобразовательные школы в нравственном отношении оставляют желать лучшего, а православные родители, отправляя свое чадо в школу, очень боятся, что оно научится не тем наукам, за которыми его туда отправили. Вот научиться курить да матом ругаться. А еще опасность сексуального просвещения, которое из подворотни приползло и в школу, и уже на уровне министров обсуждается возможность введения в школьную программу подобных кавычках предметов. Православные семьи, как правило, многодетны. Общаясь с ними, зачастую приходится слышать фразу «У нас пока только трое», тогда как в светском обществе семья с тремя детьми вызывает изумление. Как? У вас трое детей? Православные помешаны на воспитании детей и строго следят за их нравственным обликом, в отличие от светских людей, которые больше заботятся, во что одеть и чем накормить драгоценного отпрыска. Поэтому разговоры православных мамочек на детской площадке или возле храма все сплошь о воспитании детей, проблемах в школе, детских садах, кружках и прочем. Мамочки вряд ли будут обсуждать, какую новую курточку или сапожки приобрели на прошлой неделе своему ребеночку, если и затронут материальную сторону жизни, то только чтобы пожаловаться друг другу, что денег на курточку и сапожки не хватает. Воспитанием детей в основном занята мать, посвящая детям и хозяйству все свое время. Но несмотря на это, в священнической семье почти всегда царит патриархат. Отец благословляет или не благословляет те или иные занятия и увлечения детей. Отец решает, в какой школе будут учиться дети, какие фильмы им смотреть, какой длины будут носить юбки его дочери и так далее. Его слово «закон» и обсуждению не подлежит. Мне рассказывали про одну священническую семью из Тульской области, в которой росли четыре дочери. Отец был очень строгих нравов и, наверное, опасаясь, что в девочках начнет развиваться кокетство и самолюбование, убрал из дома все зеркала. Воспоминается фильм «Завтра была война» про сталинскую эпоху, где завод школу тоже ликвидировал все зеркала, дабы в девочках не развивать кукетство. Однажды девочки пришли в гости в дом, где были огромные зеркала. Маленькие леди обомлили, увидев себя в полный рост. Изумлению не было предела. Вот такие примеры встречаются иногда в нашей жизни. Жизнь жены священника – это постоянное ожидание мужа. Муж всегда так занят, что ему обычно не до детей. Эта занятость, конечно, никак не мешает заводить все новых и новых детей. Кстати, священнических детей очень редко отдают в детские сады. Считается, что мать, отдавшая ребенка в садик, совершает чуть ли не грех, отказываясь от своих прямых обязанностей по воспитанию чада. Это происходит от того, что жене священника вообще не пристало работать. Одной из причин, почему матушки не работают, является, конечно же, многодетность. Какая работа, если дети рождаются в среднем раз в два года? Заголовок. Парадоксы священнического воспитания или поповские дочки. Незнающие люди думают, что поповские дочки отличаются особой религиозностью. Такой, что всем своим видом похоже на монашек. Это совсем не так. Судя по студенткам регентской школы, Именно поповны и отличаются от всех остальных наиболее либеральными нравами. Они чаще всех используют запрещенную декоративную косметику, делают прически, носят джинсы в свободное занятие время. Это происходит отчасти от того, что, обретая самостоятельность, девушки вырываются из-под власти и давления своих строгих отцов. Многие поповские дочки учатся в регентской школе только по благословению отцов, а не по призванию. Воспитываясь дома, они не имели возможности ходить в брюках, краситься и передаваться прочим мирским удовольствиям. Они с пеленок росли в вере и благочестии, и, покинув родной дом, как голодные с аппетитом начинают пробовать запретные плоды всего мирского. Того мирского, которого в их семьях всегда принято было чуждаться. Зачастую они не хотят повторять судьбу своих матерей, измотанных многодетностью и одиночеством при живых мужьях, и пытаются выбирать мужей, не имеющих отношения к церковному служению. У меня есть знакомая матушка, видимся мы с ней раз в году, когда я приезжаю летом на Кубань навестить дедушку с бабушкой. Вот что она рассказывала о своей семье. Родом она из Мариуполя, отец священник, у нее три сестры и один брат. Родители воспитывали детей в строгости. Телевизора не имели принципиально, в пионеры не вступали, девочки не знали, что такое брюки и косметика. Каждый из дочерей по окончании 10 класса отец благословлял поступать в регенскую школу, дабы все шли по церковной линии и становились матушками. Дошла очередь и до Лиды, третьей сестры. Она очень хотела поступить в медицинский институт, и регенское ремесло ее в то время совсем не привлекало. Но нарушать или обсуждать благословение отца ни она, ни ее сестры не смели. Поэтому мечта юности так и осталась мечтой. Все четыре сестры действительно стали матушками. Все четыре очень любят подкрашивать и завивать волосы, пользоваться косметикой. И даже брюки все же позволяют себе носить в будние дни, конечно. Какая мерзость. Есть семьи, где патриархальный уклад жизни передается из поколения в поколение. И женщине из такой семьи даже не придет в голову выйти на улицу без платка, тем более накрашенной. Но все же стремление к либеральности у священнических детей зачастую достаточно сильное. Заголовок. Мода поповских жен. Некоторые считают, что матушка это такое странное бесформенное существо в сером, старомодном платье по крое прошлого века. В истоптанных туфлях, типа прощай молодость, со старушащим пучком волос под простеньким платочком. Причем это существо имеет отношение к женскому полу только потому, что рожает детей, а в остальном это замученная жизнью амеба. Странное, потому что решилась стать женой священника. Бесформенное, потому что от многочисленных родов фигура ее расползлась, а следить за внешностью и одеждой ей якобы запрещает религия. Конечно, родив рыв пятерых и более детей, любая женщина рискует превратиться в расплывшуюся тетку, безразличную к своей внешности. Православие не запрещает женщинам следить за собой и хорошо выглядеть. Матушки бывают разные, начиная с описанной выше и заканчивая ультрамодными и современными, почти светскими львицами. Правда, львицами они бывают тоже редко. Но когда окружающие видят элегантно, со вкусом одетую и ухоженную женщину, то узнав, что она жена священника, выражают неподдельное удивление, так как такой образ совершенно не увязывается с привычными для них представлениями. Существуют общие традиционные представления о внешности православной женщины, особенно матушки, которых большинство все же придерживается. Не принято стричь и красить волосы. Матушка, которая это делает, вызывает неодобрение прихожан. Не принято ярко красить ногти. Да, и конечно, это традиционно покрытая голова. Считается, что носить платок – это не столько религиозная, сколько поведенческая привычка. Тем не менее, платок некоторыми рассматривается чуть ли не как догматический атрибут православной жены. Поэтому часть православных жен, особо ортодоксальных взглядов, решает для себя носить платок всегда и везде, даже дома, придавая этому почти сакральное значение. Более прогрессивные носят головной платок исключительно в храме. Не принято носить брюки, короткие юбки и юбки с разрезом. Высокие каблуки тоже считаются неприличными. Не принято пользоваться декоративной косметикой. Допускается только применение лечебной или гигиенической. Но опять же, наиболее прогрессивные матушки ее, декоративные, все же применяют в умеренных количествах, конечно. Другие же, ортодоксальные, отрицают применение любой косметики, подозревая, что автора этих строг легко обвинят в феминизме. Так и есть. В представлении прихожан матушка не должна модно и современно одеваться или стремиться к какому-либо самовыражению. Подчеркиваю, не своей индивидуальности. Она должна быть стандартной, носить платок и длинную одежду а-ля баба на чайнике. Если можно так выразиться, она должна соответствовать определенным церковным стандартам, как колбаса соответствует гостам. Матушка на приходе – это все равно, что первая леди в государстве. И как обсуждают наряды жен президентов, так и на приходе могут обсуждать наряды матушки. Что простительно любой другой женщине, то ей непростительно. Поэтому очень многие, выйдя замуж и обретя статус жены священника, превращаются в себя в молодых старух, нося жуткие тектинские юбки и кофты на выпуск, превращая себя в оплывших малоподвижных клуш, упорно следуя непонятным внутрицерковным предрассудкам. Не желая или боясь их разрушить, все эти представления относятся к внутрицерковным предрассудкам. Зная другие примеры, у меня есть знакомая, дочь предуспевающего бизнесмена, о ней пойдет речь ниже, с блестящим образованием МГУ, которая, став женой священника, сохранила свою индивидуальность и одевается так, как она считает нужным, а не так, как диктует церковные предрассудки, найдя в себе силы и мудрость не превратиться в бабу-начальники. То есть, одержимая бесом. Воспоминая другую свою знакомую, очень привлекательная, утонченная девушка, компьютерный дизайнер по специальности, лучше других, поэтому разбирается в стилях и гармонии, став женой священнослужителя, начинает культивировать в себе совершенно несоответствующий ее внутреннему настрою образ стандартной матушки. Она навсегда облачается в платок, а в ее гардеробе появляются длиннющие, потертые, обвислые юбки и дешевые светерочки соседней китайской барахолки. На вопрос, что это на ней надето, она, отмахиваясь, отвечает, да какая разница. Потом я поняла, что такая одежда это выражение ее личных представлений о внешнем образе православной христианки. Она должна придавать скромности и благочестие. У нее даже походка изменилась. Кто знаком с неофитами, прекрасно знает эту семенящую, робкую, воперевалочку, как бы всего стесняющуюся и комплексующую походку. А потом мне показалось, что за этой робостью и видимым благочестием скрывается очень сраптивая и своенравная натура, эдакая Катенька, великого гнева женщина из братьев Карамазовых. Но это совсем не значит, что за подобным образом всегда скрываются строптивые и своенравные характеры. Среди самих же матушек зачастую возникают споры о возможности носить или не носить ту или иную одежду. Например, ношение брюк давно является спорным вопросом. Одни не допускают в своем гардеробе даже присутствие брюк, другие же считают допустимым надевать брюки в некоторых ситуациях. Работа, прогулки с детьми или занятия физкультурой. Третьи носят их очень часто, не видя в этом ничего предрассудительного. Споры о брюках очень давние. В Писании есть запрет надевать женщинам мужскую одежду, мужчинам женскую. Отсюда и вопрос, могут ли брюки быть женскими или же их ношение – это всегда нарушение библейских канонов. Вопрос этот неразрешимый и практически тупиковый, так как сторонники ношения брюк не могут доказать оппонентам, что брюки могут быть и женскими, а противники ношения штанов не в состоянии доказать обратное. Многие священнические жены придерживаются все же так называемого платочно-юбочного стиля или даже, если точнее выразиться, платочно-длинноюбочного. Конечно, это желание и во всем следовать христианским нормам. Иногда выжелание выставить себя, словно протест. Мы не такие, как все, мы другие, не отмерные. Одежда, она очень много, значит, для самовыражения. Недаром все молодежные субкультуры выделяются в первую очередь по одежде. В христианстве, в исламе и других религиях существуют особые нормы в одежде и поведении, дабы выделиться среди остальных. Христианство, а именно православие, религия не только вселенская, но и неотмерная, поэтому сторонники ношения особой христианской одежды по-своему правы. Ну, слава Богу. Многие православные считают, что женщина должна одеваться постоянно так, как будто она собирается в храм, то есть постоянно носить длинную юбку и платок. Но бешеный ритм современной жизни все же заставляет даже самых консервативно настроенных матушек вносить поправки в свой гардероб. Есть небольшая прослойка священнических жен, которые как бы скрывают статус своего супруга за своим внешним видом. Как правило, это работающие матушки, не желающие, чтобы окружающие и особенно сослужившицы знали, кто они, а точнее, кто их мужья. Отсюда совершенно противоположный стиль в одежде. Джинсы, короткие стрижки, обувь на высоком каблуке, декоративная косметика. Обычно такие матушки ходят в храмы, где их никто не знает, а на приходе у супруга появляется крайне редко. Почему, очень сложно ответить. Зачастую это желание уйти от публичности, скрыться от внимания, слиться с массами. Даже в храме такие матушки не желают выделяться и категорически не желают, чтобы окружающие знали, кто они. И я их очень хорошо понимаю. По крайней мере, в храме дадут спокойно помолиться. А случайные прохожие не будут заглядываться и делать круглые глаза. Иногда напротив, это протест, но уже против православного традиционного длинноюбочного стиля желание быть современными, а не из Древней Руси приехавшими. У меня была одна знакомая, тренер по плаванию. Юбку она надевала раз в неделю по воскресеньям, когда шла с детьми в храм. В все остальные дни носила исключительно спортивные костюмы, волосы стрела под мальчика. И, конечно, на ее работе никто, ни один человек, не знал, кто ее муж. Господи помилуй. Быть современными и неотмерными одновременно очень сложно. Но следует помнить, что одежда – это прежде всего выражение состояния души, ее внешнее выражение. Есть еще ряд вопросов, которые смущают матушек, например, наличие шубы. Нет, не какой-нибудь из каракуля, кролика или козлика, а дорогой шубы, когда шуба становится уже не столько одеждой, сколько предметом роскоши. Может, некоторые будут удивлены. Что такого в шубе? Очень просто. Жена священника, пришедшая на приход, скажем, в норковой шубе, может вызвать осуждение, зависть и сплетни среди прихожан, в основном прихожанок. Как так? У батюшки матушка в такой шубе щеголяет, это же на такие деньги можно было купить. Что? И так далее. Старая песня о главном. Из подслушанного разговора. А матушка Елена в чем сегодня была? Ну что тут скажешь? Дамочку интересует не то, что на службе читалось, и ни о чем батюшка проповедь говорил, а в чем пришла матушка. Именно поэтому матушки стараются вести себя очень осторожно, чтобы случайно не дискредитировать мужа и не соблазнить тех, кто к этому склонен. Жизнь матушки похожа на жизнь канатоходца. Надо постоянно держать равновесие, быть во всем на чеку. Заголовок. Поп-звезда. Речь пойдет в этой главе о священниках, известных и популярных. Внешне они не отличаются от своих рядовых коллег. Но публичность их жизни усложняет существование их семей, и привычные проблемы возводятся, если не в куб, то по крайней мере в квадрат. Если сравнивать жизнь звезды и жизнь батюшки звезды, можно найти много общего. Несравнимо иногда, все же сравнимо. Нет, это не толпы поклонников в подъезде, не навязчивые папарацци, не воздыхательницы, ползущие по карнизам и водосточным трубам, дабы заглянуть в окошко к своему кумиру. Это другое, но это тоже бремя популярности и хронического отсутствия времени. Это разрывающаяся, мобильный, вечно издерганная семья. Такие батюшки зачастую вынуждены прятаться за спинами многочисленных секретарей и помощников. Они постоянно куда-то едут, спешат, снимаются, читают лекции, буквально раздираются толпами прихожан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!